дорогие друзья здравствуйте сегодня вы в нашем канале и на нашей кухне и лариса иванова и сегодня я готовлю бюджетное блюдо сельдь под шубой мы такое видео уже снимали но честно сказать ну как-то у нас не пошло как-то мало просмотров и вот мы решили снова заснять а так как я хотела на видео это показать я вот опять же приготовила такое блюдо рыбину но сам факт того что мы любим покушать победил и поэтому я выбираю вот это блюдо потому что мне нужно сделать побольше как всегда люблю повеселиться да особенно мой муж очень тоже любит покушать что я для этого приготовила я приготовила селедку сельдь я засолила сама очень все просто но я на видео конечно же это не снимал так вот селедку я приготовила 2 7 где я ее очистила разрезала вдоль косточки убрала все готово теперь я взяла луковицу примерно около 200 грамм также я взяла свеклу свекла у меня я думаю грамм 500 морковь грамм 300 может 200 не буду гадать и картофель ну вот посмотрю сколько понадобится и также мне понадобится очень много майонеза у меня майонез праздничный я его часто покупаю и хотела сказать сколько здесь грамм раньше было здесь 860 миллилитров а сейчас плохо вижу что тут написано 800 зачеркнули или чуть ну что-то там типа 800 вот такая пачка но я тут разочек наверное взяла для чего-то большая пачка и масло подсолнечная этикетку оторвала чтобы не планировать эту майонез почему не оторвала майонез не оторвешь ему можно было приготовить какую-нибудь посудку ну что же я сейчас уже приступлю к нарезке я уже резала без видеооператора не могла его дождаться и дозваться ко мне тут очень-очень хочется селедки под шубой а также дорогие мои друзья вы наверное видели что я сменила имидж пошла в парикмахерскую сделать себе прическу ну так как у нас специалисты очень хорошие не мне сожгли волосы теперь у меня на голове настоящий пушок мы не пугайтесь я не страшно я очень добрая так это было отступление сейчас я буду нарезать хочу сказать вам вот я луковицу порезала ее еще нужно будет приметь руками но это я так делаю а вы я не знаю как будете делать я постаралась как можно тоньше и мельче порезать чтобы помягче он был лучок хочу сказать вам следующее раньше 23 года назад с половиной до переезда в город на валтайск я готовила точно так же в принципе все те же самые продукты единственное что я делала это я все нарезала кубиком мелким мелким кубиком ну мы так готовили раньше а когда мы сюда переехали здесь нам встретилась женщина они тоже жили на этой улице так оказалось на квартире и они тоже были из семьи палатинска точно так же как и и мы с ними познакомились и вот она именно эта женщина ее зовут зина она не научила эту селедку под шубой натирать на терке овощи так как они получаются тогда очень очень нежными поэтому но сейчас то конечно очень много видео раньше там этого не смотрели и не видели и все всему учат ну действительно я после того как попробовала у нее это все на терке потертая не понравилось и с тех пор вот уже 23 года я готовлю именно таким способом то есть изюминка твоей селедки в том что натираешь ее на терке или наоборот я не знаю например сельди я вижу а эту овощи я натираю тогда они пропитываются быстрее и более нужны а ты очень любопытный мне видеооператор ты как будто бы знаешь такое ощущение что ты будешь готовить по моим видео урокам этим сам себе какие-то блюда все так спрашиваешь тщательно расспрашиваешь все ветер оператор прийду сейчас смотрите что я сделаю я полила видите ну примерно ложку масла но мне без запаха и сейчас я сюда кладу сельдь и разравниваю я также вот икру покрошила блоки я выкинула собаки в общем вот таким способом так как вы видели я ложечку уже поливала теперь вот еще ложек примерно ну и тоненькой струечкой ну еще примерно ложечку все так и теперь лучок теперь любимый майонезик некоторые делают домашний майонез я его не делаю для производственного до магазина до лопатка у меня для всего применения и заранее и теперь я буду тереть картофель как видите картошку я потерла я ее не применила вот таких примерно штук восемь вот именно вот таких а повешу это сколько будет картошки гранжа флотами вот две картошинки остались посмотрите так сейчас я это все это говорила уже магазинным майонезом обильно смажем майонезом так теперь я натираю тюрочку я поменяла как вы уже заметили потом зрителям нашего канала некоторым не нравится моя старая старая тёлка проверена я ее обожаю некоторыми нравится и кастрюля а другие говорят что 150 евро такая стоит распределяем морковку на хреновине кастрюля посмотрите многим не нравится то мне целый торт и шум торт и сельди 7 сельди по столько было хотя нет я люблю картошечки побольше кошечки так и снова смазываю обильно эти как обильно майонезе к вот если бы я гостям это готовила конечно же я бы не готовила в такой блюде и такую порцию поменьше бы сделала во первых не хрен жрать гости дорогие нет слой потоньше чтобы было красиво и очень вкусно а нам пойдет колхозникам пойдет и последний слой у меня свекла вот это свекла муж любит свеклу вареную всякую обожаю я учу он что только не любит что я вам хочу сказать вот верхний слой я майонезом не смазываю вот так и оставляю можно вот украсить чем-нибудь красиво-красиво я еще подумаю и все на этом наше бюджетное блюдо сеть под шубой готово если вам понравилось готовить вместе с нами со мной кинозвездой и с моим видео оператором то не забывайте ставить лайки все подписываемся дружненько на канал и я вас всех люблю всем пока и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok